Приветствую, уважаемые друзья, в социальных сетях и приглашаю в свою скромную студию АркТВ в Ютубе. Разговор у нас сегодня пойдёт о футболе, украинском футболе, и не вообще, а о 27-м туре украинской премьер-лиги и об одном из матчей, который состоялся на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. «Динамо-Киев», «Колос-Ковалевка». Ну, «Ковалевка», кто не знает, это Киевская область. И я благодарен, естественно, прямой трансляции. Вот телеканалу «2 плюс 2», что мог воочию, это до боли родной стадион по многим причинам, но об этом как-нибудь в другой раз. А сейчас, вот видите, прямо-таки крупный план. Вроде бы там присутствуешь. Приезжает автобус «Колоса». Видите, современный автобус. И вот уже игроки «Колоса» выходят из автобуса в раздевалку. А это «Динамовцы». И первым по традиции появляется из автобуса главный нынешний тренер «Динамо-Киев». легендарный украинец, украинский футболист, вратарь мирового класса Александр Шавковский. А вот уже ещё один крупный план. И Андрей Ярмоленко. «Динамо-Киев» пока две звезды, но мечтают, конечно, о третьей. Дай-то Бог, чтобы так и было. А пока, вот видите, начало. И на фоне вот 1927. 1927 – это цифра. Вы видите трибуны так сделанные, что 1927 напоминают нам год, когда родился этот, ставший легендарным клуб в Киеве. И это сейчас уже, слава Богу, со зрителями. Их немного. Бывает, когда разрешают, даже вот 1800 было, Александр Шавковский уже на своём месте тренерском. Дальше зрители, крупный план, начало. И вот общий план, когда мы видим, они выстроились, футболисты, которые соперничают в этом конкретном матче. И вот уже звучит гимн Украины. И вы видите даже, вот они поют. «Динамовцы» тоже крупный план поют. Крупный план опять. Ярмоленко, Александр Шавковский с тренерским штабом «Динамовцев». Вот правая рука на сердце. И дальше опять-таки зрители. Они уже аплодисментами встречали. А это, обратите внимание, мои, как и говорю в таких случаях, стоп-кадры. Ну вот, смотрите, общий план. Мы видим, что здесь идёт явное нарушение правил. Вот игрок Колоса, а не в чёрной форме, он догоняет сейчас «Динамовца». И дальше ваше внимание на крупном плане. Видите, уже зацепил его. Я имею в виду «Динамовца». А это, ну, уже явно видно. И вот это спасибо операторам, режиссёрам, что показывают вот так футбол. Вот это идёт нарушение. А сейчас, вы видите, он, естественно, такого штурма, мягко говоря, так сказать, не выдерживая «Динамовца». Он оказывается на газоне, нарушение. И, конечно же, Дьячук разводит руками, что нельзя так. Ну, рефери свистит в этом случае. И, как говорят в таких случаях, Естественно, около мяча сейчас у мяча футболисты говорят, повторяю, стандарт, стандартное положение. И вот обратите внимание, сейчас Николай Шапаренко поднял руку вверх, значит, это какой-то условный знак. Он собирается пробивать этот штрафной. И обратите внимание, сейчас вот в беленькой форме «Динамовцы» раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, даже восемь игроков участвует в атаке. И почти вся команда колоса в защите. Ну, Шапаренко пробивает мяч, вот точно подан туда, в гущу. И удар, рикошет от своего мяч, влетает в ворота. И вот уже на трибунах аплодисменты, конечно, рад Шапаренко. Он пробивал, ну, Фисюн, конечно же, он отчаявшись сейчас после пропущенного гола. А это уже следующие голы, вы видите, обратите внимание, верхний, правый угол монитора моего, слава богу, рабочего компьютера. Уже три и ноль «Динамовцы» продолжают атаковать. И вот вы обратите внимание сейчас. Атакуют «Динамовцы» опять, вот впереди четверо. Раз, два, три, четверо. И они опережают сейчас защищающуюся команду. Вот видите, перед ними только двое в защите. Смотрим дальше. Вот атака продолжается. Пас туда, налево, где не закрытый «Динамовец». И оттуда удар снова. Мяч в воротах колоса уже 4-0. Дальше смотрим. Зрители, конечно же, готовы. А это тренерский штаб между собой. После каждого гола они, естественно, похлопывают друг друга. Ну, таков ритуал. А это повторы. Повторы. И уже на табло 5-0. Вот Кабаев, Шапаренко, Буяльский. Это для телезрителей. И это после финального свистка. Шавковский к своему коллеге, который сейчас... Основанно исполняет обязанности главного тренера колоса. Уверен, что Александр Шавковский нашёл слова, какие ему сказать. После такого поражения 0-5 какие-то, ну, утешительные слова нашёл. Потому что это, с моей точки зрения, естественно, интеллигентнейший человек. Умница, с которым рад был познакомиться в его 19-летнем возрасте. Дай-то Бог ему, конечно, вести и дальше Динамо так. И снова здесь для нас, для телезрителей, статистика матча. Вот 5-0 по голам. Владение мячом в процентах 57-43 в пользу Динамо. Удары 12-7, но это общие удары. А вот удары в створ ворот или в плоскость ворот, как здесь. 6-0. Ну, значит, один только не угодил. Вот 5 попало в ворота. Сейвы дальше, вот 0-2, но это в пользу. Конечно, Динамовцев тут и не пришлось, так сказать, вратарю Динамовцев долго в этом плане, так сказать, переживать. В кавычках, конечно. А это опять крупные планы. Вот счёт 5-0. И здесь всё нам повторяют. Повторяют, кто забил и на какой минуте голы. Вы видите, Бондаренко это был автогол. 48-я минута. Ярмоленко. Великолепный гол. 51-я минута. Буяльский. 52-я минута. Кабаев 68-я. И Волошин 71-я минута. И это вы видите, конечно же, динамовцы, они рады вот такому окончанию матча. И, конечно, вот крупный план, к примеру. Да, это бесспорно позитив. Они заслужили эту победу по всем статьям. Кроме того, матч состоялся в воскресный день, 5-го мая. Те, кто праздновал, праздновал Пасху. Светлый праздник. И, конечно же, динамовцы этим поздравили людей, которые в этот день праздновали. И на сайте Шурика даже были вот такие, конечно же, и заголовки форумчан, которые, и блогеров. Они отмечали, конечно же, вот эту игру. И голы. Всё было здорово. Но, дорогие друзья в социальных сетях, вообще в моём YouTube-канале в частности, мне захотелось, чтобы вы не только от меня услышали, потому что я собираюсь сделать, возвратиться, вот постараться осмыслить, что произошло в этом матче. Поэтому хочу для своего блога опубликовать, есть у меня такая любимая рубрика «Точка зрения». Так вот, высказать свою точку зрения. А сейчас я не сомневаюсь, что подавляющее большинство моих друзей, подписчиков, конечно же, знают эту программу «Украинский завтрак» на радио «Филадельфия 106.5 FM» с Антоном и Дмитрием Комаровыми. И вот в своём обзоре, это «Новости без политики», Дмитрий Комаров коснулся и это. Сейчас. Надеюсь, техника меня не подведёт. Смотрите, слушайте. Динамо вынес 5-0 Колос, причём первый тайм был 0-0, скучный, нудный, какой-то отвратительный тайм. А во втором тайме выявилась главная проблема у Колоса, это... Я так понял, что главный тренер Колоса, не помню, кто там у них, решил сыграть в модные два центральных защитника. Я так понял. Я, честно говоря, в полглаза на всё это смотрел. Потому что тупо три гола, вот если вы посмотрите третий, четвёртый, пятый, там первый, ладно, рикошет, второй, там просто Ермоленко очень хорошо приложился. А вот третий, четвёртый и пятый, ситуация одна и та же. Стоит два человека из защиты Колоса, они стоят, ну, как бы, по линии штанг на воротах. А центр перед воротами абсолютно пустой. Там то ли четвёртый, то ли пятый гол был уже настолько смешным, что вот два человека по бокам, а в центре пытаются ударить, абсолютно расстрельно ударить два киевлянина. Даже не один киевлянин вываливается на пустые ворота, а сразу два киевлянина пытаются ударить по одному мячу. Ну, это настолько огромная дыра была. Это было очень смешно. И причём, знаешь, раз за разом, типа, центр пустой, туда грузят. На! Центр пустой, два человека поедут. На! Это прям, я не знаю. Ну, короче, я так и не понял, во что они хотели сыграть. Шахтёр! Ну, уважаемые друзья в социальных сетях, коллега Дмитрий, хотя смотрел там первый тайм, как он признался, полглаза потом он увидел, но увидел ошибки соперников киевлян, ошибки Колоса. И сейчас я решил, чтобы вот то, что вы услышали, то, что вот была точка зрения Дмитрия Комарова, чтобы вы это увидели. И сейчас Динамо Колос – это короткий обзор матча, 27-й тур украинской премьер-лиги. И чтобы вы всё успели посмотреть, я, как уже делал это, начал это делать недавно, но, как говорят киношники, замедленная съёмка. Ну, а здесь никого секрета, Ютуб позволяет нам на скорости 0.25. Итак, смотрим, обратите внимание, мяч сейчас вот в центре, он у Колоса атаковал, но Динамовец отбирает его, проходит вперёд, и трое Динамовца, вот то, о чём говорил Дмитрий Комаров. Видите, двое по бокам они не встречают, ждут вроде бы, ждут, а мяч передаётся туда, на левый фланг, и оттуда вот опять в лучший, тот, кто лучший. Они действительно двое у мяча оказываются гол, гол, и вы всё видели. А вот это уже другой ракурс, смотрите, вот сзади мы видели сбоку, а это камера, которая работает сзади. Вот видите, на двоих, давайте остановим даже, видите, вот то, о чём говорил Дмитрий Комаров, что двое Динамовцев оказываются в мяча, и оба готовы вроде пробить. Но давайте досмотрим, мяч влетает, и счёт, естественно, так постепенно увеличивается, а это уже капитан команды Виталий Буяльский отдаёт тому, кто в лучшей сейчас позиции, это Шапаренко. Шапаренко отдаёт опять, возвращает Буяльскому, и Буяльский замыкает вот эту комбинацию. Снова мяч в воротах колоса. Одним словом, вот сейчас камера уже сзади, и это тоже спасибо и операторам, и режиссёрам за такой показ, за такую возможность оценить и увидеть этот футбол, который наверняка будет даже интересен тем, кто в него играет, профессионально играет. И вот вы видите, конечно, скучающего вратаря, пропустившего очередной гол колоса. И динамовцы выигрывают, повторяю, этот матч со счётом 5-0. Они приблизились, но пока шахтёр впереди. Уважаемые друзья в социальных сетях вообще, и в моём YouTube-канале в частности. Говорю к вам с большим уважением, потому что вас, подписчиков, прибавляется. Спасибо вам каждому новому подписчику, я рад. Буду больше рад, если вы будете вынимать рекомендациям YouTube, ставить лайки. Нас с вами будет становиться больше. Но буду признателен каждому из вас, кто будет писать комментарии, кто не будет равнодушным, кто будет чувствовать и помогать обратной связи с тем, кто производит для вас вот этот, простите меня за выражение, модный, так сказать, нынче контент. Одним словом, признаю, что человеку, который занимается творчеством, обратная связь – это всегда приятно. И от всей души будьте все здоровы, благополучны, несмотря ни на что оставайтесь оптимистами. Сегодня, 7 мая, те, кто помнят, те времена из прошлого века, как-никак, день радио. А я имею к нему прямое отношение, потому что конец 80-х. Когда еще глушили, а потом перестали глушить, радио «Свобода», я представлял на этой радиостанции Украину. И мои передачи, мои репортажи заканчивались. Дэль Аркадьев для радио «Свобода» из Киева. А вот те, кто, может быть, помнит – спасибо, но сейчас не о себе любимом. О том, чтобы Бог даст в нашей родной Украине, побыстрее бы было над Украиной мирное небо. Дай-то Бог, чтобы это было. Дай-то Бог. И Бог даст – увидимся. Бог даст – услышимся. Пока. Пока.